Здравствуйте! С вами Неделя города и я, Марина Романюк. Мои коллеги расскажут о главных темах и событиях последних дней уходящей зимы. Смотрите в выпуске. Новые романтики БАМа. В реконструкции легендарной поэк-паламбурской магистрали поучаствуют и рязанцы. Деньги в асфальт. 60% дорог в регионе в ненормативном состоянии откровенно заявил журналистом прокурор региона Иван Панченко. Основные акценты надзора в нашем материале. Графика Петра Дика в художественном музее. Произведения в технике пастели из коллекции вдовы мастера можно увидеть в Рязани. На легендарную стройку 20 века вновь брошены все силы, как и 48 лет назад. Хотя, точнее сказать, на удвоение БАМа. В прошлом году министр обороны России дал старт новому этапу реконструкции восточной ветки Байкала-Амурской магистрали. Со станции Рязань-2 сегодня отправили 43 контрактника, железнодорожных войск и более 100 единиц тыловой инженерной и специальной техники. С песнями, флагами и под звуки марша прощания славянки. Именно так сегодня провожали первые подразделения железнодорожных войск западного военного округа в Амурскую область. Цель обозначена четко. Реконструкция железнодорожного участка Улак-Февральск, легендарного БАМа. На станции Рязань-2 поезд с военными и спецтехникой провожали родные и близкие, матери и отцы, жены и дети. Как и предшественников, 48 лет назад. Чувствуем гордость за наших офицеров, за наших ребят, солдат, что они оказывают такую помощь, будут принимать участие в такой гигантской стройке. Надеемся, что с честью выдержат, помогут, построят мужество в тяжелых условиях, не скучать по своим родным, дружбы, взаимопонимания, поддержки, что тоже немаловажно в таких условиях. Ну и поскорее возвращаться с победой, все равно победа над природой, над силами, помочь стране. Трудности новых романтиков не пугают. Пусть даже они связаны с плохой проходимостью в дальневосточных лесах. Строительство ветки идет поэтапно. Первый фронт выполнит работы по реконструкции участка железнодорожного пути на перегоне станции Огарон, разъезд Молдавский. И восстановит притрасовую автомобильную дорогу на перегоне станции Огарон, разъезд Ульяновский строитель. Сегодня личный состав 571-го отдельного железнодорожного батальона отправляется на строительство Байкала-Амурской магистрали. Это уникальный железнодорожный маршрут. Он является одним из самых протяженных в мире. Одновременно это одна из самых известных, сложных и важных строек России, которая ведется на протяжении 50 лет. БАМ – это суровая, но важная школа для бойцов. Так сегодня говорят военные. Первый этап строительства – с марта по июнь. Второй этап – с июля по сентябрь. Реконструкция участка пути на станции Огарон. Время настоящих мужчин. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 60% дорог в Рязанской области не соответствуют ГОСТам, заявил прокурор региона Иван Панченко на специальной пресс-конференции в пятницу 25 февраля. Вопрос некачественного ремонта автотрасс под постоянным контролем. Какие еще темы в горячем списке прокуроров, расскажем далее. Органы прокуратуры реагируют на каждый сигнал, в том числе и поступающие средства массовой информации. Иван Панченко подчеркнул это с самого начала пресс-конференции. И объем вопросов, которые ведомство контролирует и проверяет, довольно обширен. Например, при реконструкции Астраханского моста контрольно-счетная палата региона усмотрела серьезные нарушения в финансовой отчетности. Надзорный орган это только подтвердил. Похоже, впереди громкое уголовное дело. В прокуратуре области с привлечением прокуратуры района и контролирующих, и правоохранительных органов осуществляется данная проверка в этой части. Мы можем на сегодняшний момент сказать, что она находится в стадии завершения. Мы сейчас не будем озвучивать, какие меры соответствующие реагированию будут, но мы не исключаем о том, что будут приняты меры и уголовно-правового характера в отношении тех должностных лиц, которые, собственно, нарушили действующее законодательство. Трагедия рязанской семьи, потерявшей новорожденного ребенка 23 января этого года, вскрыла вопиющее нарушение в работе перинатального центра. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, вынесено несколько представлений, от работы отстранены сотрудники. В этой истории сегодня разбираются различные ведомства, в том числе и прокуроры. Точка пока не поставлена. Проводилась также художественная общеназонная проверка в областном климатерном центре по публикации средств массовой информации, которая касалась аналогичных нарушений, связанных с другими должностями. К сожалению, действительно, часть информации нашла свои подтверждения, ряд нарушений, но выявлены как в этики обращения с правильными ценами в области генетологии и правильности введения в области медицинских карт. Немаловажная часть работы прокуроров – проверка соблюдения законодательства при исполнении нацпроектов, обустройства дворов, городского пространства, безопасных дорог. Из 11 прошлогодних уголовных дел в этой сфере 10 были возбуждены по материалам прокурорских проверок. На нас возложена обязанность осуществлять надзорное сопровождение по реализации национальных проектов и, самое главное, законность использования данных денежных средств. Поскольку вы понимаете, что это денежные средства приходят с бюджета и федерального, и областного, поэтому в этой плане у нас работа выстроена на системной основе. Добрые половины обращений от граждан – так называемая дорожная тема. Об этом заявил заместитель прокурора Никита Зубарев. Проверки качества дорог, уборки от снега, освещение, ежедневная работа прокуроров. Вообще в области, по нашим данным, 60% дорог находятся в ненормативном состоянии. За текущий год выявлено более 2,5 тысяч нарушений в области содержания автомобильных дорог. Исковых заявлений направлено более 700 штук. У нас действует соответствующая группа в прокуратуре области. Здесь очень плотно работаем с министерством. Выделяются огромные деньги по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». В прошлом году выделено 5,6 миллиардов рублей. Все так же беспокоит людей размещение рюмочных в жилых домах. Борьба с этим пролетарским явлением пока идет с переменным успехом. Немаловажную роль играют обращения граждан. Ведь зачастую открытие этих рюмочных и функционирование носит латентный, то есть скрытый характер. Поэтому, обращаясь к гражданам, хочу заверить, что любое обращение найдет свой след. В случае, если наши граждане увидят функционирование подобных заведений, пожалуйста, обращайтесь посредством интернета. Можете лично приходить в любую прокуратуру района. Там отказа на них будет. Экологические проблемы, безнадзорные животные и скрытые отчеты о доходах депутатов областной думы тоже в топе актуальных на сегодня прокурорских акцентов. Как и события с многострадальным озером Дикая утка. Главное здесь, по словам прокуроров, быть неравнодушным и нетерпимым к нарушениям. Прокуратура обещает отрабатывать каждый сигнал. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ранее работавший центр вакцинации в точке кипения на Коширино прекращает свою работу. С 25 февраля единый центр вакцинации переехал в здание на Крупской, 26, бывший роддом номер 4. Центр работает с 8 до 20 часов без выходных и праздников. Здание бывшего роддома номер 4 под единый центр вакцинации оборудовали специально. Провели косметический ремонт кабинетов. Заменили плитку, батареи, установили новое оборудование. Как говорится, всерьез и надолго. Желающих вакцинироваться здесь разделяют на три потока. Это и неудивительно. В новом инъекционном центре рязанцев обслуживают сразу в девяти кабинетах. И врачам, и пациентам активно помогают волонтеры. Все сделано в соответствии с требованиями, с санитарными требованиями. Центр будет работать на постоянной основе по адресу Крупская, 26. Еще в этом центре использована методика бережливого производства, для того, чтобы не смешивались потоки пациентов. И у нас заходящий пациент, заходит он в одну дверь, выходит в другую, и потоки никак не смешиваются. Теперь официально. Пункт вакцинации на Каширина 1Б больше не работает. А сюда с самого утра приходят люди. Кто-то, чтобы первый раз сделать прививку, а кто-то уже на ревакцинацию. Для получивших инъекцию есть зал ожидания. Здесь можно провести первые полчаса после укола под наблюдением врачей. Также центр оборудован отдельными помещениями с холодильными камерами для хранения вакцины. Холодильник оснащен резервным источником питания, чтобы при возможных перебоях в электроснабжении сохранить препараты. Сегодня на Крупской, 26, есть все виды вакцины, так что переживать за то, что не хватит. Поводов нет. Ждут вас здесь ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Украине вооруженные силы России продолжают деноцификацию и демилитаризацию соседней территории. Тем временем в Рязань прибыли два поезда с беженцами Донбасса. Во избежание возможных провокаций, первый из них был вне расписания. Изначально в нем было 793 беженца с ЛНР и ДНР, в основном женщины и дети. Рязань эшелон встретила приветливо. На станции «Рязань-2» готовность номер один. Спасатели, полицейские, сотрудники оперативного штаба. Прямо у входа две большие палатки МЧС. Все ждут первый поезд из Донбасса. Время пока ориентировочное. Поезд идет вне расписания, возможно, во избежание провокаций. В Ростовской области в эшелон погрузили 793 человека. Почти половина из них, точнее 335 – дети. Сколько доехало, а сколько сошло, никто толком не знает, поэтому к вокзалу прибыло порядка 40 автобусов. На всякий случай. Во избежание столпотворения пассажиров выпускают повагонно. На перроне их уже ждут. Родственники, общественники и вот эти парни в зеленых жилетах, которых стоит упомянуть отдельно. Это волонтеры. Они помогают прибывшим нести вещи до автобуса, а потом снова назад. Парням отдельный респект. На привокзальной площади людей с Донбасса тоже ждут. Заведенные автобусы. Судя по табличке на них, едут в Солодчо. Никакой давки, шумихи, скандалов. Все четко, по правильному алгоритму. Дальше с женщинами и детьми займутся уже социальные службы. И в продолжение темы. Уже несколько дней в Рязанской области работают пункты сбора гуманитарной помощи. Рязанцы активно приносят нужные вещи в пункты и даже интересуются, всего ли хватает. Волонтеры объявили сбор школьных принадлежностей, ведь совсем скоро ребята из Луганской и Донецкой республик сядут за школьные парты. Герман Гущин у всех все разузнал. Вот здесь, получается, у нас лежит детская одежда. Здесь для мальчиков, здесь для девочек. Принесли вот курточки, варежки, джинсы. Пункты гуманитарной помощи открылись всего пару дней назад. Но сегодня здесь уже всего хватает. Рязанцы несут средства личной гигиены, теплую одежду и продукты питания. По словам волонтеров, в первую очередь поддержка нужна детям. Именно им сегодня собирают игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования. А еще волонтеры объявили сбор школьных принадлежностей. Рязанская область присоединилась к всероссийскому проекту «Время помогать», который направлен на оказание всесторонней необходимой помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик, которые прибыли на территорию Рязанской области. На базе нашего Рязанского городского волонтерского центра был сформирован оперативный волонтерский штаб. Важно отметить, что мы принимаем любые вещи. Это одежду, как для детей, так и для взрослых. Обязательно подчеркиваем, что должны быть вещи новые, продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты. То есть все то, что сейчас людям по первой необходимости требуется. Людмила Захарова в пункте сбора гуманитарки уже не первый раз. Она представитель еврейской общины Рязани и, по ее словам, всегда принимает участие в благотворительных акциях. Купили женские всякие гигиенические приспособления, которые всегда забывают покупать мужчины, а женщины в этом очень нуждаются. И это только первая партия, будем продолжать помогать. Я бы хотела обратиться к национальным и религиозным организациям Рязани и Рязанской области. «Ребята, присоединяйтесь, чужой беды правда не бывает, а люди очень нуждаются в нашей поддержке». Об этом даже думать не надо. Почему, для чего. Это, естественно, все, Господи помил. Если есть возможность, что же. Там люди мерзнут. Приехали по диков плащиках оттуда. Ни одна мать под пулей своего ребенка, просто так за здорово живешь, не захочет отправить. Спокойствие, значит, и надежда на то, что наша Родина им обязательно поможет всем, что может. И в конечном итоге все упорядочится. И по воле Божьей должно быть все хорошо, вернуться обратно в свои семьи, на родную землю. Еще один пункт сбора гуманитарной помощи на Горького-1. Сюда люди тоже приходят практически каждый час. Общее количество помощи волонтеры уже исчисляют десятками килограммов. Люди очень активно участвуют, особенно 23 февраля. Даже мы работали 23 февраля. Приходили, приносили памперсы, детские пеленки различные. Все эти вещи будут в скором времени переданы по мере необходимости в пункты временного размещения. Совсем скоро всю собранную гуманитарную помощь передадут всем нуждающимся. Всего в регионе открыто 36 пунктов. Так что всего хватит всем. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители верхних этажей на улице Мервинской, 18, уже несколько лет страдают из-за протекающей кровли. В этом году вода сошла уже до седьмого этажа. В управляющей компании заявили, что текущие работы они выполняют вовремя. А вот капитального ремонта кровля требуют уже давно. Мы с утра вышли, обычно след выключаем в плане экономии. Ее вот сзади-то тоже до сих пор. Для жителей Мервинской, 18, такой потоп уже дело привычное. Ежегодно весной льет с потолка уже без малого лет 10. Дому более 25 лет. Но кровлю капитально не чинили ни разу. Говорят местные. У нас протекает в тамборе, протекает на лестничной площадке с крыши. На крыше вообще безобразие. Леневка забитая. ЖЭУ вообще не работает. Мы звоним постоянно. И говорят, что все начальства знают, все придут, сделают, никого нет. У меня вот в том году был такой вопрос, что у меня в зале, в общем, и во всех комнатах было вообще, там чернота была, угол черный. И в итоге, что пришлось обращаться в суд. А еще с управляющей компанией здесь принято разговаривать только через суд. Именно так, заявляет Антонина Бражник, удалось вернуть деньги за испорченный свежий ремонт. Мы в этом доме живем 27 лет. И 27 лет мы страдаем вот от этого безобразия. Постоянно заливают, шахта развалена. Один раз горели, у нас был замыканиль к трубородке. И до сих, у него сейчас потоп, и мы сидим три дня без света в квартире. Впрочем, по словам главного инженера, обслуживающей организации ЖЭУ-8, экспертизу крыши сделали еще в 2015 году. И сейчас, по закону, жильцы должны сами настаивать на сокращение сроков капитального ремонта. Пока что он светит лишь в 32-м. Текущий ремонт мы производим, но состояние самой бетонной разуклонки, на которую первый слой уложен, она в отвратительную состояние, ну, сами поймите, 30 лет. Если мы возьмем строительные нормы, эффективная эксплуатация 10 лет. То есть капремонтов минимум 3 должно было быть. А текущим ремонтом, ну, сами поймите, во-первых, объем не охватить. В ближайшее время в управляющей компании обещают провести собрание собственников, где выберут главного активиста, который и будет добиваться переноса сроков капитального ремонта крыши. А пока жильцам предлагают запастись терпением и чаще менять и выжимать тряпки. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Самого сильного человека выбрали на открытом кубке города Рязань-Касапуза по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, его отдельным движениям и народному жиму. Настоящие русские богатыри соревновались два дня. Силовой экстрим, помимо спортивной составляющей, еще и очень зрелищен. Выступление спортсменов становится настоящим шоу. В Рязани такие мероприятия редкость. Уникальное мероприятие по меркам Рязани соревнований по силовому экстриму. Последние соревнования, которые проходили в Рязани по силовому экстриму, были очень давно. Они проходили на площади Победы. Организатором тогда был всем известный Владимир Турчинский. С тех пор никаких мероприятий не проходило. Мы как организаторы решили вернуть данный вид спорта в календарь событий Рязани и Рязанской области. Донести до людей то, что еще есть богатыри на земле русской. Мероприятие скорее носило любительский формат. Организаторы специально подобрали веса таким образом, чтобы любой человек со спортивной подготовкой сумел попробовать свои силы и поучаствовать. Среди участников тяжелоатлеты, пауэрлифтеры, армрестлеры и другие представители силовых направлений. Здесь сохраняется, помимо всего прочего, борьба не только с весом самого снаряда, но и борьба конкурентная в плане того, что спортсменам будут выступать парами. Они будут видеть друг друга, кто сколько выполнил, тем самым заряжаться этой энергией и все-таки побеждать, двигаться, развивать свой характер, развиваться в физическом плане и достигать каких-то результатов. Упражнения известны всем силовым спортсменам. Это становая тяга на разы из пауэрлифтинга, подъем гантели одной рукой. Упражнение пул-пуш. Спортсмены толкают деревянное бревно. Упражнение фермерская прогулка, визитная карточка силового экстрима. Это, скажем так, прикладное искусство, демонстрирующее способность спортсмена взять большой вес и перенести его на какое-то расстояние. Мериться силами приехали спортсмены из Москвы, Белгорода и других городов. Два упражнения я, честно сказать, завалил, проиграл. Остальные три выиграл. Ребята сильные, молодцы. Неожиданностью так стало, что я, грубо говоря, тоже рекордсмен России во многих упражнениях и проиграл два упражнения из них. Ребята сильные, молодцы. Для большинства спорт скорее хобби, серьезное увлечение. Допустим, победитель – сотрудник полиции из Москвы. На самом деле очень тяжело. Готовился на самом деле прям на износ, честно. То есть выжимал из себя максимум, потому что сроки поджимали. Это во-первых. Во-вторых, победа далась очень сложно. Я недоволен, наверное, четырьмя, может даже пятью упражнениями, которые я провел. Это не мой максимум. И, ну, хотелось бы немножко, конечно, улучшить свои результаты. Совершенству действительно нет предела. Требовательность к себе – залог развития и успеха для организаторов в том числе. Подобные турниры не только поднимают настроение, но и боевой дух, как участников, так и зрителей. В тройке победителей в весовой категории до 90 килограмм – белгородский спортсмен Никита Меркер, Владлен Валяев из Брянска и Артем Кокарев из Воронежа. Свыше 90 килограмм – москвич Александр Ромазанов, Дмитрий Хвостенко из Ямальского автономного округа, Максим Калинин из Саратова. Один из самых глубоких и тонких графиков последних десятилетий прошлого века – Петр Дик родился на Алтае в семье этнических немцев. Он проделал долгий и сложный путь к профессии через трагические переживания военного детства и другие испытания судьбы. Однако его работы можно рассматривать как философские притчи о человеческой судьбе. Убедиться в мощной энергетике пастельных работ художника можно, посетив художественный музей, где открылась выставка работ Петра Дика, хранимых его вдовой. Искусствоведы считают, что авторская манера Петра Дика сформировалась под влиянием красоты алтайской природы, где по личным воспоминаниям художника вокруг были безбрежное море ковыля и огромное небо. В переплетении с трагическими переживаниями войны, выпавшей на детские годы мастера. Небольшие по размеру его работы с первого взгляда зачаровывают незримой эмоциональной силой и внутренней значительностью, что привлекает внимание не только ценителей искусства. В его искусстве действительно сложился вот такой достаточно интересный, уникальный, очень хорошо узнаваемый мир, который, пожалуй, можно соотнести все-таки с некоторой какой-то долей условности, можно соотнести с линией метафизического искусства, которая, кстати, прослеживается и в западноевропейской практике. Диалог с миром художник ведет при помощи любимого материала – сухой пастели, наносимой на наждачную или велюровую бумагу, без использования фиксативов, чтобы не менять фактуры и цветовой гаммы пастели. Пастельный штрих в руках Петра Дика испытал настоящее преображение. Используя технический прием работы с материалами и фактурами, Дик создал работы, которым присуща молчаливая тайна драматизм и философское звучание. Образы его работ отличаются такой особой сосредоточенностью, какой-то философской, таким раздумьем философским, какой-то углубленной тишиной, каким-то молчанием, каким-то эллигическим, порой даже несколько драматичным свойством. Лаконичность, даже некая элементарность, на первый взгляд, работ скрывает глубину и четкую выверенность композиции линий художественных решений. Монохромные работы и картины в темной цветовой гамме, между тем, наполнены и вовлекают в целые истории. На выставке порядка сорока полотен, созданных последние пять лет жизни художника, когда он проживал во Владимире Суздале. В них отразились наблюдения за пейзажами и людьми повседневной жизни. Выставка организована совместно с Московской галереей Гросс-Арт. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в наших социальных сетях. Подписывайтесь, будьте с нами, а мы объективно и оперативно расскажем о происходящем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова